итак мы продолжаем мне много людей писали в комментариях то что чем я здесь сижу не сматриваю мир может там что-то интересное происходит а то чем мы здесь сидим так что пробежимся по миру может что-то интересное найдем и я сейчас сразу хочу принять первородство законоследования мы не можем а это все из-за того что мы ее себе присоединили она к нам не мы сейчас это быстренько сейчас исправим вот все а теперь теперь первородство принимаем все теперь наш королевство могучение распадется а теперь давайте по миру посмотрим что-то интересное в алиноре до сих пор идет война это вроде все та же самая война за выбор на наследование 45 процентов всего лишь и выигрывают восставшие окей посмотрим чем это закончится еще интересна мне вот эта отличность он живет 3400 лет закруглить и вот у него есть сундучок один офигенники сундук короля органа небольшой волшебный сундук создающий золото природа его маги до сих пор мало кому известно благосостояние плюс 12 он еще и умудрился его загнать вот его же можно да вот его можно украсть здесь 44 процента вряд ли у нас сейчас это получится да я был прав не обладаем мы вообще никаким влиянием и вряд ли будем обладать поэтому как-то нам добираться до этого сундука очень будет сложно если мы решим его забрать в моровинте моровинт вообще спокойное место ни разу не видел чтобы здесь что-то происходило при лигнем конечно здесь у них тоже свои разногласия есть особенно здесь здесь еще и культура другая править теокрасия я бы не пройди захватить бы этот островок в больно интересный так это кавира здесь кстати камали она очень сильно децентрализованным если выбирать третью стартовую дату то тот момент когда камали очень сильно объединились под центральной властью и нападают на север середина управитесь пока ребенок вряд ли у них что-то здесь ближайшее время случится интересно шипен за тоже не знаю объединяет они свои земли нет что сидят здесь ничего интересного здесь тоже вот чем не симпатизируют вот эти вот советские у них правят женщины и только женщин смотрите у них только матрилюнейные браки какой провинции выбери везде женщины вот думаю за них тоже будет интересно поиграть и живут они как так же как эльфы по 200 с лишним лет но очень интересно у них нет минус плодовитости как у тех же самых эльфов так-так-так альфмер плодовитость минус 10 то есть она может столько нам было наплодить что файлы игры просто засоряться и игра лагать начнет надо было все-таки тоже им плодовитость уменьшить за всю игру white run только две провинции захватил но успехи делает вообще интересно был бы если бы с карим объединился но им здесь будет мешать клавиамский союз хаммерфель и хаммерфель и кстати вот это вот королевство оно расширилось так знатно но все же это недостаточно но очень слабое 1000 человек всего из войск а как здесь альтмеры поживают их вытеснили почти полностью на этот остров да скоро их до конца забьют нечисто кровно тогда у него вроде родители другие типа один альфмер а другой муж какой-то другой эльф хотя здесь мать не указана ну ладно здесь орки проживают кстати они вообще что-то не планируют объединяться я думал это быстренько захватит вот эти вот два графства так а что мы здесь еще можем посмотреть ну эльсвейер тоже что-то здесь постоянно происходит что-то непонятно я бы конечно бы тоже не прочь выйти в эльсвейер хотя земли эти не такие уж и богатые даже скорее наоборот вообще бедные но если выйти к югу то тут уже конечно богатые земли даже сравнимо с имперским монстром посмотрите 26 здесь 24 хотя здесь что-то преступные гильдии нет здесь даже плюс 5 налогом а как здесь босс мира поживают ну так же везде децентрализация жесткая я думаю мы еще поиграем и как-то будут усиляться наши противники потому что мы что-то усиляемся они как-то сидят ничего не делают аравин тоже что-то что-то вроде карганянам лезет а вроде и нет еще интересно драугры там сожрали нет не сожрали этих сколько у них войск у них тысяча чего они на них не нападают ну это не наше дело давайте вернемся на земли наши кстати я вот заметил то что коловянский союз движется тоже к имперскому острову и возможно в будущем он пополнит список наших противников а на небе ней как раз таки у нас стоит там на первом месте кстати меня же еще писали то что сына стоило бы отдать в обучение какому-нибудь магу чтобы он превратил тоже в мага ну потому что магом играть намного интереснее чем обычным человеком ну как видите ему уже 15 лет и вряд ли за один год он станет если уж и не очень опытным то хотя бы магом ну еще есть вариант то что он может стать священником а это наверное самые худшие варианты всех имеющихся магов они только вроде лечить могут а какие-то боевые заклинания использовать точно не могут насколько я знаю ну ему уже 15 лет то есть походу он больше не будет у нас магом ладно так кстати заметил я то что теперь у нас в отче на 6 из 5 возможно мы зря зря поторопились и приняли первородство потому что первородство нам давало плюс единичку к в отчине у нас же всего лишь один сын зачем было менять все равно бы хотя мог вдруг бы родился бы еще один сын ну тогда бы мы уже и поменяли что-то мы и правда поторопились ну ладно давайте уже не будем на этом останавливаться двигаемся дальше ну эту землю сейчас придется кому-то отдать это у нас графство чейдин холл ну когда мы станем королем я похоже ну мы же здесь назначили человека вот давайте когда я стану королем мы отдадим ему это графство ну по факту герцогс конечно же потому что сейчас если мы это сделаем то он станет независим ну поэтому мы сейчас отдадим ему провинцию ариус который находится в границах до юра этих земель так ариус все отлично осталось теперь только стать королем что у нас по войскам давайте допустим время у нас 1200 человек ну напасть мы так по сути соединников у него нету это хорошо это очень хорошо ну давайте наверно так поступим еще потом можно забрать сам чейдин холл потому что вау чейдин холл а может все таки чейдин холл забрать это же конечно укрепит наши силы но немного мы потеряем времени мы ведь могли двигаться к имперскому острову ну давайте все таки захватим эту провинцию так а это какое у нас здесь герцогс то вот придется отдать его другому человеку все собираем войска и еще давайте наймем наемников для облегчения нашей задачи самых дешевых возьмем давайте вот этих вот опа эти уже идут наступать так что мы тогда делаем тогда мы этих распускаем потому что в любом случае они не смогут убежать и двигаемся давайте тогда вот сюда цель у нас новых нету править 20 лет кстати получить артефакт кстати королем давайте править в течение 20 лет возьмем потому что мы вроде нехило правим так походу мы сейчас пересечем реку когда на них нападем это вообще не есть хорошо у нас на 500 человек больше по командирам что у нас давайте вот это возьмем ну в принципе нормально я думаю мы сможем их затащить да все таки за пересечение реки мы получили модификатор ну численности тупо зажали и умением командиров наемники такая офигенная вещь они тебе мало того что войс дают так еще и командиров таких предоставляют уже 40 процентов варскора осталось наверное одну провинцию забрать давайте их разобьем до конца что потом с ними не мучиться мало ли что о по кто то у нас такое какой то опять левый мужик я по кого то бы и знать и бы не прочь поймать в огонь все мы этим частенько занимались о господи бездарный бард слегка уже заставит кровоточить даже уж самого принца безумия походу мы фигню натворили он еще и благословление взял киноред ну что поделаешь хардкорчика нам будет не занимать когда мы будем играть им так что такое а мне показалось то что вот этот союзника призвал то проблемы бы у нас появились не братья ну как может здесь кто-то интересный у нас ну это конечно священники в основном они не замужние вот их нам и предлагают кстати нашел такую личность 12 лет потомок соратников а ведь у нашего сына тоже мать потомок соратников кстати я думал то что у нас наш сын получит тоже этот трейд ведь он как бы является потомком соратников но давайте пока не будем спешить с этими браками может конец появится получше так а ты где правишь так это другое ей 7 лет ну там в рифте правило у меня тоже вроде одна провинция всего лишь давайте пока не будем на этом зацикливаться потом разберемся алисив используют искусственную ложь и красивую лесь чтобы заводить новых друзей у меня это вызывает тревогу как может девочка лгать так хорошо в таком молодом возрасте походу вся в меня пошла посмотрите у нас интрига 20 ну нет такой девочке не надо пусть она будет лучше честной всему у нас случится так Аркадия спрашивает если мы все равно умрем так зачем так беспокоиться о своей жизни как же удовольствие думаю вы правы давайте этот вариант умеренный у нас такие умные девочки получаются а сын а сын просто бездарь оп а кто-то умер что ли у нас не написали да ну давайте можно вообще сына назначить хе-хе не ну а че пусть учится там конечно кандидаты тоже не сильно лучше его пусть пока лучше он будет если что потом поменяем не 91% все я думаю осталось только добить этих эту пачку и все и будет 100% мы можем мы можем загруппировать один титул это граф а этот самый еще один холл ну для этого деньги нужны у нас пока два герцогства точнее графства упс что-то я не заметил как они уже передвинулись с провинцией и теперь их че ловить придется но только не это так он сюда идет верно оп поймали все надеюсь он теперь не уйдет может быть и реку пересекать а надо ну да я был прав хм 96% ну-ка ну давайте я надеюсь этих будет достаточно 98 и не хочет ой вся суть крыс эдеркингс ну давайте город то возьмем город тоже нормально защищен что по деньгам ну по деньгам мы в принципе в плюсе даже то что содержим наемников подожди-ка ну вот я так и знал ну вот так и знал же он призвал кого-то союзника каким образом мы же ведь смотрели у него не было союзников часть персонажа а он завел союз и кто ты ой блин кстати у него называется графство добродетель добродетель который захватил имперский остров так пополняем список наших врагов он еще и завоеватель ооо неряха у меня претензии есть на вот этот вот кстати это провинция ведь тоже выделяется а это ему замок принадлежит так все надо быстрее горы захватывать пока те не пришли потому что с ними придется брать еще наемников так что у нас а это же мы ведь претензию склепали отлично теперь осталось осталось еще одну претензию склепать и напасть уже по двум претензиям потому что по одной мы можем напасть и без того на церковь я не буду клепать нафиг она нам нужна ребята смотрите что у нас здесь есть у нас сейчас здесь есть выбор или заштурмовать город и резко предложить мир или же подождать пока они на нас нападут потому что если мы заштурмуем город но не будет сто процентов хотя это вряд ли в 98 то они нас в любом случае разобьют поэтому я склоняюсь больше к варианту заштурмовать город это все таки город не крепость я в принципе думаю без проблем осилим оп сто процентов все отлично фуф в принципе войск тоже потеряли на штурме очень много и давайте возьмем какую-нибудь еще одного человека а ты не хочешь нам послужить? не хочешь? хотя он хардлендер так какие здесь люди у нас есть? конюши есть конюши тупой у нас сильно ну сыну я давать не хочу потому что мы его потеряем потеряем из контроля маршалл маршалл хороший давайте маршал назначим СЕМУС у нас Ванечка конечно так хорошо отлично ну конечно у нас теперь такой ежик получился кривой ммм теперь нам нужно захватить еще вот эту провинцию чтобы выйти под аюры можно было взорпировать потому что не люблю когда так асимметрия получается кстати мне вот интересно что дает специализация бард может какие то новые ивенты или опции появляются при обладании этой чертой напишите мне в комментариях кто знает он еще и раненый каким образом? мы его даже на войну с собой не берем он споткнулся что ли? ну хоть раненый это в принципе излечимо так так ну че у нас войск у нас мало нападать мы в ближайшее время точно не честно на никого не сможем с этим у нас идет перемирие осталось сейчас ждать ждать претензии нам 26% всего лишь еще и главное до этого не умереть потому что нам уже 65 лет и Аркадий всегда сочетает свои деньги и хочет получать максимальную выгоду от них она будет торговаться с продавцом сладости пока тот в разочаровании не засмеется и не продаст сладости намного дешевле чем просил деньги для богов она обожна войны плюс 2 но зачем девочке это нужно пусть будет щедрая и одно управление даже можем получить почему это потеряли а здесь же управление минус 2 еще но в дипломатику в принципе пошло а не бенеешь там гильдия воров немощный кстати у него есть артефакт мифриловая броня замечательно сверкающие мифриловые доспехи можем покляться верности или украсть артефакт но убить этого персонажа легче чем украсть этот артефакт кстати в принципе можно попробовать посмотрите 42 процента хотя из этого подкупить будет немного да не вроде никого больше нельзя подкупить вряд ли у нас это получится ну давайте уже в этой серии войны объявлять не будем напасть мне очень сильно хочется на чейдинг холл столицу этого графства посмотрите здесь два замка и целый город находится то есть это просто вообще столько войск столько денег там будет поступать с этой провинции но в этой серии мы точно сейчас объявлять войну не будем давайте лучше в следующий да и войск сейчас у нас не так-то и много а то мало ли что может он тоже союзников понапризывает вау у него здесь такая задница прерванное паломничество бедный ну ничего получили же мы еще здесь город в принципе сейчас все это поспадает мы будем получать еще больше денег пока у нас есть месторождение самоцветов оно еще будет 41 года меня это в принципе устраивает все в принципе у нас пока идет прекрасно осталось немного подождать времени пока обстановка стабилизируется с нашими войсками с государством и мы продолжим наш поход на запад а с вами был эмбро ставьте лайки подписывайтесь пишите комментарии до встречи